Но давайте я все-таки немножко напомню основные определения, которые у нас были, потому что, ну как, целый день прошел. Сейчас надо что-то посчитать. Есть у нас х. Это такая случайная величина. Я напоминаю, что это просто любая функция, которая определена на элементарных исходах. Но вот у нас были какие-то понятные совершенно примеры, когда элементарные исходы — это школьники, которые сидят здесь в аудитории, а функция — это их вес, их рост. Школьника выбираем случайно, после того, как он выбран, рост уже известен. Это вот такая случайная величина в том смысле, что школьник случайен. И как только он выбран, значение случайной величины знает. Так, ну давайте омега у нас состоит по-прежнему из элементарных исходов омега 1 и так далее омега n. И я напоминаю, что математическое ожидание х определяется так. Это сумма по i от 1 до n. Мы выбираем значений, которые принимает случайная величина х на очередном элементарном исходе, помноженных на вероятность этих элементарных исходов. Мы их обозначали в прошлый раз по с индексом i. Так, вот если все эти обозначения не вызывают никаких сейчас страхов или там непонятностей, то можно двигаться дальше. Значит, что у нас было дальше? Дальше мы поняли, что значит умножить случайную величину на число, но просто увеличить там или уменьшить вес пресловутый в какое-то количество раз. Ну вот не хотим вычислять вес школьника, а хотим вычислить вес, умноженный на корень из двойки, поделенный на какое-то π, на что хотите. Что значит сложить с c1х и c2у? Вроде бы тоже выяснили, это просто значит взять то значение, которое получается тут, скажем, учетверенный вес, и прибавить к этому увеличенный в π раз рост. Или там что-нибудь в таком духе, да? Складывать такие числа мы имеем право, получится какая-то вообще говоря странная величина, но это вот в примере на странах. А в каких-то конкретных ситуациях, которые мы потом встретим, подобные комбинации величин будут иметь вполне содержательный смысл. И вот мы выяснили, что имеет место линейность математического ожидания. То есть, если вы берете мат-ожидание от вот такой вот суммы, то это все равно, что взять число c1, умножить его на математическое ожидание х, и прибавить число c2, умноженное на математическое ожидание х. Вот эта вот чиселка π, которая здесь возникает в определении математического ожидания, я ее, может быть, буду в дальнейшем иногда вот так писать. π от аниргитов. Ну, в этом, по идее, ничего удивительного для вас быть не должно, потому что это и есть вероятность элементарного исхода омега-и. Просто поопределим. То есть я иногда написать π, а иногда π от аниргитов. Ну, никакой принципиальной разницы здесь не будет. Просто одно и то же, один и тот же объект обозначен по-разному.